В общем, для начала нам нужно зайти во Flow. То есть, как самый простой способ, это через портал Office. Можно по прямой ссылке, то есть, вы залогините. Обычно вы все залогините. Вот тут есть отдельный тип Application Flows. Мы заходим. И вот наша панель управления Flow. Первое, что вам нужно сделать, вам нужно поменять организацию, в которой вы работаете. То есть, которая этот Flow дефолтный будет считаться. То есть, отделается это в правом верхнем углу. Дальше идем на вот эту левую панельку. Можно либо через Create создавать их, либо через My Flows. Вот здесь будет список доступных Flow, которые есть. Те, которые принадлежат лично вам, My Flows, и которые вы можете видеть, если с вами их кто-то расшарил. New, вот тут у нас будет список. Мы выбираем Automated Flow from Blank. Можно тут указать название Flow. В этой строке, например, событие Record Created. Мы набрали, видим вот этот характерный значок CDS, Command Data Service. В принципе, он нам и нужен. Если у вас ничего не появляется, тогда можете нажать Skip и вернуться к этому позже. Здесь у меня, опять же, я уже внутри Flow нахожусь. И вот здесь я вижу все по умолчанию. То есть, у меня нету никакого события, но я выбираю Command Data Service. И вот тут он Record из Created. Отдельно вот тут можно написать название Flow. Дальше мы видим три параметра. То есть, он нам предлагает выбрать среду, на которой будет отслеживаться создание этой сущности. Выбираем, подгружается в среду, мы выбираем HTML 9. Так, дальше в Antity Name Time Entries. То есть, у нас тут полный список, но можно ввести Time, например, Entry и выбрать здесь Scope Organization. Отдельно можно, например, переименовать, чтобы потом было проще искать вот эти записи. То есть, вот это наш триггер, по которому будет запускаться Flow. То есть, когда новая Time Entry будет создана, то есть, уже дальше тело Flow начинается. То есть, вот это инициализация, дальше пойдет тело. А у тебя какая бизнес-задача? Если в Task начали трекать времени больше, чем есть в Estimate, менеджер отправляется на дефекацию. Дальше добавляем следующий шаг. Нам нужна переменная. Переменная называется Variable. Мне нужно Initialize Variable. То есть, это переменная, в которой мы посчитаем суммарное количество часов затреканных в Task. Первое, что мне надо, имя, например, Total Task, Total Duration. Выбираю тип, Float. Это чистое точки. Значение Initial ставим 0. После того, как я собрал всю информацию, я теперь уже могу перейти, как говорится, в блоку Нотификации. Но чтобы убедиться, что мне действительно эта нотификация нужна, мне нужно проверить условия, действительно ли превышает количество затреканных часов изначальный Estimate. То есть, если количество затреканных часов превышает изначальный Estimate Duration Task. И если действительно количество затреканного времени уже превышает Duration, тогда мы должны отправить нотификацию. Нотификацию можно отправлять по-разному. Но мы, отправив Teams, внутри вот этого мы добавляем Add an Action. Тут можно выбрать Teams. Вот Microsoft Teams мы выбрали. Здесь мы выберем Post a Message as a Flow Bot to a User. Соответственно, тут у нас три параметра. Headline — это, по сути, заголовок этого сообщения. Мы, например, напишем recipient, можно указать email-адрес. Оно по этому email найдет человека в Teams и отправит ему. Ну и дальше самый простой месседж. Ну, собственно, переходим к нашему интересному. К тестированию. Я создаю Task. Так. Ставлю Duration какой-нибудь там 4 часа. И начинаю создавать Time Entries. Все, я создал второй этот. Сейчас мне должны прийти нотификации. Пришло. Пришло.